Было очень много случаев, что когда не просто под красный сигнал светофора ехали автомобилисты, а когда даже и сбивали шлагбаумы, когда ехали водители в нетрезвом состоянии. Дежурный по переезду, бывшая учительница, работает давно. Не единожды ей удавалось предупредить машинистов о неадекватных водителях авто. Говорит, при ней пострадавших на переезде не было, но так бывает далеко не всегда. За 50 лет работы водителем нарушений ни одного не делал на переезду. А видели, что были какие-то нарушения? Были. Ну торопятся, быстрее надо проскочить. Если нет шлагбаума, знак стоит. Остановка обязательна. Мы летим прямо. Нам надо быстрее. К примеру, 24 декабря прошлого года в Куландинском районе водитель автобуса проигнорировал красный сигнал светофора. Из 16 пассажиров пострадало семеро. Все помнят учительницу, которая решила подвезти детей до дома. По итогу, в результате ДТП на переезде в Тальменском районе погибли трое детей. Здесь был последний случай. Это на Вильжановке. Получается, маршрут у нас был автобус номер 5. Он уже пытался, получается, проехать. Сломал нам шлагбаум. Ну, он был остановлен, соответственно. После чего был также вызван наряд у ГИБДД. Ну и с водителем была проведена плюс беседа. В Алтайском крае достаточно много ДТП происходит. Будьте внимательны на ЖД-переездах. Девушки вот сейчас вам дадут агитационные. Напомним, объезд шлагбаума или специального ограждения пути, выезд на железнодорожный переезд на запрещающие сигналы, как правило, приводит к трагедии. Хорошо, если нарушитель отделается лишь штрафом. Административная ответственность у нас предусмотрена. Либо 5 тысяч штрафов по половине, как привыкли водители, он не платится. Либо лишение от 3 до 6 месяцев. За повторное правонарушение у нас предусмотрено только лишение. Чаще всего в прошлом году водители грубо нарушали правила движения в Каменском и Рубцовском районах. И хотя статистика этого года пока радует, в крае произошло всего одно ДТП на переездах. Пренебрегать правилами и не соблюдать дисциплину железнодорожники не советуют. Ведь прошлый год, а тогда было 8 ДТП, показал, насколько печальными могут быть последствия нарушений. Татьяна Голубева, Андрей Печоркин. День с толком. Татьяна Голубева, Андрей Печоркин.